так ну что всем привет я для вас сняла сегодня сто из как укладывать волосы когда так хотелось сделать быстро что немножко забыла про правую сторону так виктория 007 привет привет такая красотка валерия спасибо большое так то . красавица привет волосы фен не зажевывает но я выставила видео там вроде ничего не зажевывает пожалуйста не задавайте мне вопросы просто меня бесит я выставила видео и мне спрашивают а это мокрые ли сухие волосы по волосам же видно что они мокрые и кто укладывает вообще волосы на сухую вот я такой еще никогда не видела так как дела у меня все хорошо у вас как он немножко не звонит даже не знаю кто это то ты скажи операция на грудь была но судя по тому что у меня нет груди я не знаю чего взять что у меня могу с чего у вас такой вопрос если такая пришла к доктору и сказала пожалуйста сделайте мне сиськи на любого размера то тогда да поэтому не знаю всегда думала что батечка на вольеру похоже сейчас смотрю и копят и ура так смотришь мультики да если мультики наизусть на наизусть на он начал сидит рядом со мной смотрит мультик так собираешься путешествовать дальше да скорее всего завтра полечу в америку привет тата классная стрижка пассив ой блин вот смотрите прядь не уложила целый кусок пойду сейчас до вложу сейчас заметил так то то были ли какие-нибудь операции нет операции у меня никаких не было но я хожу косметологу то есть я делаю все губы я делаю себе витамины в лицо собственно говоря все так завтра полетишь все таки но думаю что да но если честно мне правда очень влететь лень так не хочешь ли ты обратно блондинку нет я не хочу обратно плодинку меня устраивает мой цвет волос не просто устраивает а очень даже мне очень нравится и я очень довольна что я перекрасилась по поводу федов начале моих что бусинку начале моих stories я говорю что это за федов какой-нибудь какой дом ты хочешь просто мамки домик сделал если ты хочется помочь косметики что там но так ты скажи сколько можно мучать уже дочь это и он что-то что-то вы поняли так что доченька что ты хочешь объяснить покушать мы поем попить мы попили так вот лучше тебе нравится ну все быть просто хотелось бы рядом с ней сделал так мою бутинку просто хотелось как мама рядом сидела а мама может пойти в ванну вообще можно можно в ванну пойти в ванну можно маму ванну пойдет можно завтра лет лететь столько часов я устала как будто я полечу но если честно опять там 20 часов дороги или 22 это ту мальчик конечно это очень долго доченька ты куда вот и мне что зачем привела я не хочу на диване сидеть я хочу сидеть я хочу в ванной сидеть хочешь мамина платье иди сюда я надену на тебя иди сюда давай ты тащила мое платье пляжное сейчас я бутинку платье свое надену потому что она очень хочет надеть мое платье доченька но милая вау 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 красота Тебе нравится? Тебе нравится? Ты мамину платье хочешь носить? Хорошо, доченька. Села и теперь стоит, сидит в моем платье. Доченька, тебе так красиво. Ой, какая ты красивая, моя буссяся маленькая. Ой, какая смешная. Смотри, ты меня. Очень смешная. Так, ну что, возвращаюсь в ванную, потому что в ванную у меня самый крутой свет. Потому что у меня здесь крутое зеркало. Так. Тата, смотрела Великолепный век? Нет, я не смотрела Великолепный век. Если честно, я вообще не люблю ни турецкую музыку, ни турецкие сериалы. Это все немножко не мое. Так, Тата, вы приехали с Америки? Да, я уже здесь сколько дней? Восемь или десять. И вот сейчас, завтра, скорее всего, опять улетаю. Я хотела в конце февраля поехать, потому что Бетя получил документы в конце февраля. Конец февраля, начало марта. Как раз на свой день рождения. Ну, если бы успела сдать документы, у меня 27 человек на рождении. Вот, поэтому, ну, скорее всего, улечу завтра. Потому что мы же с Мэйм ругались, теперь мы помирились. Я говорю, я больше не могу ждать. Я после Лас-Вегаса, если я чувствую не очень комфортно, где так плохо. Ну, я, конечно... Не, вообще, изначально я вопендривалась, потом, конечно, я сломалась, потом уже вопендривался он. А потом я ему катала вот такое вот сообщение, и он мне позвонил. Ну, я сделала, конечно же, ему ничего не писала. Я была очень счастлива, что я не отправила это сообщение. Я прям еще стояла, я смотрю, он онлайн зашел. У меня вот такое вот накатано. Я думаю, отправлять, не отправлять, не отправлять, не отправлять. И фига как мне звонок. Ну, и все. Ну, и опять началось, что я ночами не сплю. Забить, дверь закроет. Так, что вы хотели у меня спросить? Обзор косметики, по-моему, да, мы должны были сделать? Что-то уходим хотели. Ой, у меня сейчас косметика разбросана, черт знает где вообще. Не смогу я вам сделать обзор косметики, потому что все черт знает где. Ну, хотя нет, здесь, в принципе, вот у меня лежит, вот. Что, принцесса, что, что? Что моя кукляша? Мамочка, там стирка у меня на стульях висит, некрасиво спрячу. Значит, я себе вот эту штуку пользуюсь тача, типа праймер под макияж. Он вот, что, зайчик? Извините, девочки, я не могу. У меня надо сидеть рядом с ней. Ну, давай я твой айпад сюда принесу, давай. Давай айпад сюда принесем. А ты что, платье моё сняла? Не нравится она тебе? Разумравилась? Сейчас, девчонки, подождите, я бы течку перенесу в ванну. Зайчик, иди сюда. Я тебя умоляю, перестань орать. Так, ну что, начинаем? Так, Дёр Престиж, это у меня крем для лица. Потом я купила себе вот такую вот штуку. Я её увидела сначала у Ханны. Пошли, мамочка, сейчас я всё сложу сюда и пойдём вместе. Всё, я с тобой иду. Я без тебя никуда не пойду. Я с тобой везде. Всё, пошли. Пошли, иду, иду, иду. Я никуда тебе не оставлю. Всё, я иду с тобой. Ой, у меня сейчас уши были, как у эльфа. Пошли, иду с тобой. Пошли, ребяткинка. Сейчас. Оп. Всё, я с тобой. Короче, я как-то смотрела прямой эфир. Ой, не прямой эфир, а какой-то там бьюти-блок. Пьёт её, и я увидела, что она пользуется вот такой штукой. Вот. Мне стало интересно, что это такое. Такая-то баба под макияж. И я... Баба под макияж. База под макияж. Я решила себе приобрести сейчас, когда была в Америке. Мне очень она понравилась. Вот такую вот она имеет консистенцию. Типа это прессованный шёлк. Блин, чуть меня не видно. Типа это прессованный шёлк. Вот так. Ну, кожа, конечно, очень сейчас... Вот, допустим, вот это, давайте вот это место сделаем. То есть, видите, он убирает какие-либо покраснения. И кожа так останется мягко-мягко. Но, если честно, всё равно моя самая... То есть, я считаю, что такую штучку нужно иметь. Но моя самая любимая база под макияж, это всё-таки Ирсен Лоран. Вообще, моя самая-то любимая косметика. Но сейчас я немножко купила всё новое. И я понимаю, что я Ирсен Лоран не предам. Всё-таки для меня это любимая косметика. Но всё равно мне эта штука очень понравилась. Фирма Татча. Она продаётся... Ну, по крайней мере, здесь у нас она в России не продаётся. Потом я купила себе... Так, а, вот это моя самая любимая штука. Я вам всем советую. Вообще, моя самая-самая-самая любимая. Она вот у меня уже заканчивается, как видите. Ну, вот эти два цвета, потому что я только ими пользуюсь. Это типа скульптор. Мой самый... А, я думаю, чего мне не хватает? Я не сделала нос. Обычно же я нос скульптурирую. Подождите, я думаю, чего не так? Смотрите, можно проскользнуть по дверью. Идёмте. Чё это? Привет. То есть, видите, блин, здесь просто ещё... Есть кто дома? То есть, я ещё делаю вот так скульптурирование на носике. Блин, ничего не видно. Ну, ладно, я же тоже так нанесла, ты тоже ничего не видел. Значит, после скульптурирования леска, то есть, я делаю... То есть, для меня это... Я их накладываю как румяна, так же вот сюда. И куда ещё и наносит. Потом... У меня точно такой же хайлайтер. Кстати, один из моих любимых тоже. Я люблю дёрг-бэкстейдж. Вот он такой вот. А где мне помазки сейчас? Извините, я просто неподготовленная была. Значит, вот такая серия хайлайтеров, тоже дёрг-бэкстейдж. Здесь четыре цвета. Они, в принципе, очень прикольные, но уж если выбирать из хайлайтеров, то всё-таки считаю, что хайлайтер фирмы Бэка, именно цвета шампань, он самый крутой. Вот я хочу на днях пойти и купить его. Если, допустим, вот эту штуку я никогда в жизни не заменю, то есть, именно вот этот вот бэкстейдж-корректор, он мой самый любимый, самый-самый любимый, то вот это, конечно, я просто раньше до него пользовалась... Раньше до него я пользовалась бэковским шампанем, и он в тысячу раз круче, чем дёргушки. Но это тоже прикольно, потому что здесь четыре цвета. То есть, тут можно подобрать. В этом большой плюс. Также у меня вот такая вот серия помадок, тоже бэкстейдж-овская. Ну, помада и помада, самая обычная. Вот. Взяла себе вот такие вот два корректора, которые мне, кстати, очень нравятся. Есмаро... ой, худо-бьюти, точнее. Очень прикольные, мне очень понравились. У меня есть очень прикольная... Очень прикольная такая штучка железная, видите? И очень классно ей наносить. Что тут у нас ещё дальше идёт? Ну, собственно, всё, у меня макияж на этом... А, вот, я ещё купила себе вот такую фудруху до бьюти тоже. Сейчас её почище. Конечно! Купила себе вот такую вот фудруху до бьюти. Типа, как делать бейкинг. Ну, пока бейкинг делать не научилась, но штука, в принципе, прикольная. И что ещё? Ну, и всё, и мой любимый... А, вот такой вот этот какой-то дешёвый фиксатор для бровей. Вот он у меня сейчас... Не знаю, это что за фирма? Сейчас... Vivienne Toboe, я не знаю, он рублей 200, наверное, стоит. И... Ну, на этом мой макияж и заканчивается. Плюс у меня ещё карандаш для глаз, но сегодня я карандаш для глаз не делала. Вот. И такая вот помадка сейчас у меня на губах. Too Faced. Мне вот такая вот... Мне очень нравится её аппликатор. А что же случилось в конце этой истории? Это... Так. Верно, это конец. Так, сохраню, теперь хорошо сохраню. Блин, я хочу в ванной стоять, я не хочу здесь сидеть, ну, не будете не разрешивать. Потише сделаем, уйтик, хорошо. Всё. Но наш шалтай-болтай умён. Шалтай-болтай, можно я в ванну пойду? Можно? Пойду, ладно. Сейчас меня партнер опять загонит. Мне не разрешают здесь сидеть. Мама! 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 Что, доченька, мы пошли? Я не хочу там сидеть, я хочу в ванной сидеть. Я люблю в ванной сидеть. Хорошо, я здесь буду сидеть. Всё. Ты там. Грудь сделала. Слушай, ребят, где ты увидела грудь, что я вот... Я не знаю, как на это ответить. Ребята, у меня нету сисек, блядь. Где вы увидели, что вы мне постоянно спрашиваете про эти сиски? У меня нету сисек. Вот я понимаю, если бы ты такая увидела меня, сейчас у меня вот такие вот четвёртые бидоны. Ты такой, вот ты сиськи сделала? Ну, это тупой вопрос, потому что и так, и так видно. Ты из серии... Стоит человек с гипсом, ты чё, руку сломал? Ну, наверное, если у него гипс, значит, он руку сломал. Скорее всего. Также, если вы не видите у меня сисек, то есть я не пришла к доктору, не сказала, сделайте мне, пожалуйста, сиски нулевого размера. Ну, чё за бред? Одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Реально уже. Ту-мач. Ты сегодня бука. Да я не бука, просто... Вот знаете, что мне бить? Ты стоишь, рассказываешь, вот это бебилист, там, брашинг тысячу. А это что за ферн? Стоишь с мокрыми волосами. А волосы мокрые или сухие? Человек стоит без сисек, а я его спрашиваю, ты сиськи сделала? Ну, как я могла сделать сиськи? Где я их сделала? На голове, на затылке, чтобы вы их не видите? Я не понимаю. Если бы я их сделала, их было видно бы. А так их нету. Вы носите серьги? Ой, я вообще обожаю серьги. Я обожаю серьги. Сейчас, мамочка, вам это другая девочка. Я обожаю серьги, но сегодня я без серьги. Потому что я потеряла одну свою пусетку, мне надо заказать её новую. На, дочь. Вот. Положи. Вот, смотри, сейчас тебе открою. Такая хорошая. Мне очень нравится. Ну, я сегодня, видишь, какая бука, мне сказали. Ну, я сегодня, правда, хотя не бука. Просто одно и то же задают. Так, так, ты сильно боялась перед родами. Ой, я, типа, сначала не боялась, потом на 30, на 38, да, на 36-38-39 неделе я думала, что я, типа, я боялась рожать. Я уже собрала на 36-39 неделе сумочку, собралась в род в дом и думала, что вдруг, я говорила, Валера, вдруг я умру. Мне было так страшно. А потом, когда пошла, что ты делаешь? Почему одна, каждый раз одна и та же проблема? Каждый раз, когда я даю бутылочку воды, она всегда её выливает на пол. Без, а сейчас мне вот так показывают. Я, во-первых, сейчас это не смешно. Берёшь тряпку, бутылку отдай сюда. Да, если ты не понимаешь, как себя нужно вести с бутылками, я не могу так уже, я тебе, ты всё время одно и то же, одно и то же. Вот, держи тряпку, на, тряпку и мой, стой, вытирай то, что ты сделала. Не, нет, а да, быстро. Вытирай, дочь. Нет, не мамка, и мне нельзя выливать воду на пол. Где ты такое видела? Ты когда-нибудь видела, что я такое делаю? Давай, быстро вытирай. Иначе я сейчас мультики отключаю. Всё. Никаких мультиков, пока ты не отключишь. Я всё сказала. Вытираешь пол, и я включаю мультики. Не вытираешь пол, но с тобой даже разговаривать не могу. Ой-ёй-ёй. Не, ой-ёй-ёй, это мой айпад сейчас будет. Я выключаю руку. Так, про что я говорила? Что я говорила? А, про роды. Так вот, ты когда уже настала, 38-я неделя закончилась, 39-я неделя закончилась. Нет, 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 не могу. Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не вытерешь пол. Всё, я всё сказала. Всё, мама. Снимай пол, и потом мы будем поговорить с тобой. Нет, не touch it. Не разговаривай это. Я тебе сказала уже всё. Мам, будет пиво на нас. Всё, я всё сказала. Ага, сейчас у Данки. Мам, надо. Бетти, я сказала, иди пол вытри, доченька. Так нельзя делать. Нельзя брать бутылку воды и выливать её на пол. Так люди не делают. Ну, ты сейчас, ты просто мной манипулируешь. Ты же моя подружка. Вот мы с тобой подружки, или мы кто с тобой? Или мы с тобой враги? Мы же с тобой подружки. Ты хотела пить, я тебе дала попить. А ты взяла воду на пол, вылила. Зачем? В следующий раз я не буду воду для тебя тогда доставать. Ты же всё сама можешь, ты же деловая. Доченька, давай, будем дружить. Пожалуйста, просто вымыть. Ничего сложного тебя не просят. Просто нужно вытереть пол, а потом ты получишь то, что тебе надо. В жизни так бывает. Надо приложить усилия, чтобы получить то, что ты хочешь. Так. Пожалуйста, доченька, давай. Так. Чё мы там говорили? А, про роды. Так вот, когда пошла 39-я уже неделя. Уже чё-то не так разговор клеится. Когда у меня уже пошла 39-я неделя, 40-я неделя. Я уже думала, что я никогда в жизни не рожу. Когда уже прошла 41-я неделя, то я уже всё. Я думала, что точно. Я думала, ещё лет 200 мне ждать. Я бежала в роддом, такая счастливая, такая окрылённая. Я когда у меня отошли эти воды, я побежала, как сумасшедшая. Я побежала краситься, мыться. Я говорю, всё, наконец-то едем в роддом. Это был самый счастливый день, потому что я больше не могла уже ходить беременной. Доченька, пожалуйста, на что сложно укол вытереть? Ну, я тебя прошу. Ну, мы же подружки, мы должны друг другу помогать. Пожалуйста. Ты моя подружка, доченька. Мы должны друг друга поддерживать. Пожалуйста, мы с тобой вдвоём. Я тебя очень прошу. Ничего такого, просто тряпочку надо положить, и всё. Чтобы она в пипадичку впитала. Что? Ну, вот это да, я тоже буду в пользу стоять. Это я тоже не буду ничего делать. Вот и лежи там, тогда плачь. Так. Я бы всё отдала за эти плаку. Не, я люблю, что она плачь. Потому что она должна какие-то вещи понимать. Каждый раз, просто когда я даю вот такую бутылочку, она её пьёт, а потом начинает вот эта бутылочка просто по всей квартире лить. Вот прямо при вас было, я ей дала эту бутылку, и она просто взяла её и всё на пол вылила. Ну, что за бред? Ну, так же не делается. Так. Здесь сегодня очень красиво уложено было. Я их только что потому, что укладывала. Так. Сидит, смотрит на свои руки, но всё равно... Ну, всё равно они идут вытирать пол. Ну, в принципе, не вытрет пол, не получит iPad. Так, ребёнок вместе хочет убирать и требует внимания. Слушайте, мы с ребёнком живём вместе 27 часов в сутки, поэтому не надо меня учить. Мне что, теперь ей в попу залезть, что ли? Мы и так с ней целыми днями вместе. То есть, ребёнок пролил воду и не хочет её вытирать, а хочет играть в мультики. Что-то, когда она смотрит мультики, ей моё внимание не нужно, правильно? А как воду вытерет, так ей нужно моё внимание. Поэтому не умничайте, занимайтесь своими детьми. Косметику закрой, положу на место. Ага, молодец. Доченька, давай покажи, положи. Ну, сейчас она уже решила залезть в мою косметику. Молодец, нет. Молодец, видишь, какая молодец. Видишь, я попросила не трогать, ты не трогаешь. А ещё бы пол вытерла, и вообще цены бы тебе не было. Так, с прямыми волосами лучше. А сейчас это, типа, для вас прямые или непрямые? Она ещё маленькая, всё будет хорошо. У меня тоже две бандинки. Не, ну, если ей не объяснять, она никогда не помнит. Если человеку не объяснить, что нельзя воду разливать на пол, то, конечно, она и в пять лет такое будет делать, и в четыре года, и в три года. Мама, мне надо. Мама говорит, не надо. Такое. Ребёнку надо объяснять, а не бить. Офигеть советчики. Она мама и сама знает, как лучше. Что за бред? Если у вас без человека, зачем смотреть? Я тоже не понимаю. Если вам что-то не нравится, не ходите. Я тысячу раз говорила. Я ненавижу оливки. Я их не ем. Но когда я прихожу в магазин, в Перекрёсток, Левошан, неважно куда, я не ищу, как сумасшедшая полку с оливками, не вот так вот не смотрю на все эти банки и не говорю, вы, оливки, противные твари, я так ненавижу. Боже мой, какие вы невкусные. Вы такие отвратительные. Я иду к полочке, где лежат мои любимые булочки, где лежат, не знаю, мой любимый варенье, там, мёд. Я не знаю, у кого там какие пристрастия. То есть я иду к этой полочке и радую себя. То есть покупаю то, что я хочу, то, что мне приносит удовольствие. Но я не трачу своё время на полку с оливками, потому что мне она не нужна. Мне не нужна эта полка. Я не хочу видеть эти оливки. Я не хочу их есть. И разговаривать я с ними тоже не хочу. Поэтому не утруждайте свою жизнь. Если вас что-то не устраивает, зачем на меня смотреть? Я не понимаю. То есть ты когда пришла в Ашан, это то же самое. Ашан считает, что это Инстаграм. В Инстаграме есть, ну, куча всего, ну, просто миллиарды этих страниц. Ну, возьми себе, найди то, что по душе. Зачем приходить ко мне и своё говно на меня выливать? Не нравится? Иди. Излияли всё. Каждому своё. Так, так, нижние ресницы тоже наращиваешь? Да, я вчера вот нарастила себе свежие реснички. Ну, точнее, сделала коррекцию. Наращиваю всегда вверх и вниз. Мне очень-очень нравится. Ой, сейчас, кстати, я вам покажу, как я глазах. Давайте глазки с вами накрасим. Так, где мой карандаш любимый? Мой самый любимый и незаменимый карандаш. Так. Куда я его даю? Блин, я вчера украла мой карандаш куда-то? Ну, я не могу его найти. Я тебя прошу. Да, господи, ну, что ты мне за секунду сейчас испортила, доченька? Мама! Пол вытирай. Мама, мне силу! Мама! Пожалуйста, я тебя прошу. Я тебя купила, во-первых, игровой набор косметики. Мама! Мама! Но-но-но! 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 Такая красивая дочка. Но-но-но! Доченька, почему такая вредная? Ну, тебе просто надо пол вытереть. Ну, пожалуйста, давай дружить. Нет! Нет? Ну, хорошо. Ты хочешь быть вредной девчонкой, злой? Ну, хорошо. Будь тогда вредной, злой, девчонкой. Значит, вот мой самый любимый карандаш Urban Decay. Цвета стэш. Ой, ты сим! Ой, ты сим! Тоже помаду себе на лицо намазала. Как я сейчас это буду вытерать? Значит, смотрите. Вы сейчас спрашиваете, как я крашу глаза? Как вот макияж глаз? То есть, у меня получается, из макияжа я в основном только делаю тон, и дальше я просто крашу глаза карандашом. То есть, провожу... Вот, смотрите, какая разница. Вот я на краю... Посмотрите, она уже помаду намазала. Зайчик мой. Короче, видите, как сразу глаза... Ой, мамочка, я сейчас задохнусь. Не надо, пожалуйста, прям по этому. Ой, мамочка, мне плохо. У меня сейчас тошнит. Моя красотуля. Доченька, я тебя очень люблю. Но это не значит, что ты пол не будешь мыть, знаешь? Мамочка, ну это не значит, что ты пол не будешь мыть. Это вообще не о чем. Это вообще ни о чем не говорить, зайчик. Тряпка внизу вот тут лежит, куда я такинула. Зайчиха моя, давай. И надо еще вытереть тебя, лицо. Посмотрите, как глаза по-разному смотрят. То есть, я просто подкрасила вот здесь уголки, но уже два абсолютно разных глаза. Потом мне так же... Просто сейчас я сейчас не хочу краситься, я хочу... Потом я так же провожу снизу и так же просто делаю стрелку сверху. Сейчас тогда уже здесь доделаю. Так, мамочка, пошли, я сейчас возьму салфетку для снятия макияжа. И я тебе витрую в лицо. Опять хотела карандаш украсть, пока я отвернулась. Я все вижу, доченька, ты пытаешься типа меня перехитрить, мой зайчик. Ты такая хитрая, иди сюда. Ты такая хитрая, с ума можно сойти. Вот так вытирай, вот так. Как я утром вот так могу? На, 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 не, не. Так. На, 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 копей! На, 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 на. Вот тусик. Мне это уже, если честно, раздражает. Вот я тряпку кладу вот сюда. Вот, вытирай. Нет. Что значит нет? На, на, не, носи. На, нет. Прикиньте, я положила тряпку на мокрое место, но взяла тряпку, а тут убрала. Ну, тогда все. Я тогда с тобой не буду разговаривать. Тебе, отлично, все. Нет, 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 это вообще не шутки. Нет, но держи яблоко. Я тогда не знаю, как с тобой разговаривать. Так. Так, тата, ты устала дочерь, она, Вера, уже сбудила, и ребенок уже никому не нужен. Что? Слушай, Светочка, иди. Машка, да, вот я сейчас отойду, я тебе скажу, куда тебе идти. Светочка, иди нахуй, пожалуйста, и не надо нас учить, как нам надо жить. Хорошо, если тебе надоели твои дети, блядь, дай им дедом, долбоебка. Если ты своих детей не учишь пол мыть, то это твои личные проблемы. Просто овца. Других слов у меня нет, у тебя Светочка. Ой, блин. Все, блядь, я высказалась. И выходи отсюда. Как можно такой бред вообще написать? Просто ребенка попросили помыть пол, а мне сказали, вот такую написали. Надо дегенератом быть, чтобы вообще-то... сколько в голову пришло. Просто реально дегенератом. Видимо, тебя в детстве в детдоме сдали, что ты так рассуждаешь, я не знаю. А ты что такая довольная? Ты пол до сих пор не помыла. Зато довольная. Давай, Лисику, вытереть. Пол мыть или воду вытереть? Нет, воду вытереть. Она просто взяла бутылку воды, но не всю, конечно, но я чуть-чуть как бы вылила на пол. И я как бы не хочу, чтобы... Там нет грязи, там просто вода. И она должна ее вытереть, она не должна мыть пол. Она просто должна взять эту штучку и просто вот так промокнуть. То есть было должно быть желание у ребенка как бы подчинить то, что он сломал. А ей как бы пофигу. Вот. Но опять же, пока она это не сделает, я тоже вытирать не буду. Конечно, я после нее домой, но изначально она должна сама к этому перейти. Ты решила попу тебе помыть, мамочка? Ты какой молодец, моя любимая! Спасибо тебе! Моя умничка, моя радость! Посмотри, пол моет, моя красавица! Спасибо, доченька, ты такая молодец! Мне так тебе благодарна! Спасибо! Спасибо тебе огромное! Мишка, какая ты помощница у меня! Спасибо тебе, доченька, дай поцелую! Моя любовь, моя маленькая, спасибо тебе! Все, доченька, давай теперь я сделаю. Хочешь, я теперь дала, беру? Спасибо тебе, моя любимая! Мне так приятно! Спасибо, кроша моя, картоша! Все, теперь ты! Видишь, какая ты молодец, доченька? Спасибо тебе! Так, ну все, надо было просто немножко подождать. Все! Молодец, кукляша моя! Спасибо тебе большое! Мне так приятно, моя любимая моя! Радость моя! Мяня! Так, привет, дорогая! Когда вернешься к блонду? Симоночка, привет! Если честно, я не собиралась возвращаться в блонд. О! Тури... 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 Рина! Я не знаю, как правильно твои книги читаются, но я тебя очень хорошо помню! Хочу тебе послать свои поцелуи, чтобы ты мне... Чтобы ты увидела, что я увидела, что ты зашла. А, так... Почему называешь Бетти мамочкой? Потому что у нас в грузинском языке дедико переводится как... Ну, то есть, ты говоришь по отношению к ребенку, но и ребенок тебе может сказать... Ну, ты и можешь ребенку сказать, что не дедико. Я не знаю, это вот просто переводы с моего языка. Вот. А что ты этого говорила? Что-то перебило меня. Кто-то меня перебил. Малышка, прелесть, спасибо. А, про волосы мы говорили. Так вот, я не собираюсь возвращаться к блонду. Мне, наоборот, очень нравится этот цвет волос. Я, часто сказать, очень довольна. Я очень рада, что перекрасилась. Так, Таточка, все правильно делаешь. Детей надо воспитывать. Они все понимают уже. Ну, я тоже считаю, что рад никакого смысла нет. Но как бы подождать, чтобы он все-таки сделал то, что тебе нужно. Не указательным, ну, тоном. Но как бы дать понять, что он должен что-либо сделать. Я вас люблю, люблю ваш эфир. А тут многие вышли, потому что сказали, не могут слышать крики моих бытусик. Моего бытусика, маленького человека, такого красивого. Ты красивый человек, да? Ты самый красивый человек? Ну, мамочка, не делай так глазками. Пожалуйста, пожалуйста. Это очень плохо. Не делай так. Да, ну. Мамочка, боже, ты такие красивые глаза. Не закатывай их так. Я тебя прошу. Так, брашинг справится с длинными до пояса волосами. Слушайте, у меня были разные длины волосы. И такие были. Конечно, справится. Просто вы должны начинать сначала сушить корни. Потом от корней переходить. Потом перейти к концам. И уже с концов закручивать вот так наверх. То есть все можно, просто нужно норовиться. Укладки сзади нет на волосах. А ты как ее увидела? У тебя камера стоит сзади моего затылка? Или у тебя какой-то двойной прямой эфир? Все видят меня спереди, а ты видишь у меня затылка, да? Какие вы все? Иногда вот мне так интересно. Откуда вы иногда вот что берете? Как ты увидела мой затылок? Просто очень интересно. Так, как мама, тата? Мамой хорошо. Она улетела в Таиланд. Сейчас в Таиланде. Будет отмечать там свой день рождения. 5 февраля у нее днюх. Я не знаю, где нет укладки. Если вы считаете, что вот это вот не уложенные волосы, в принципе, они точно такие же, как и здесь, то я не знаю. Сейчас пойду ради интереса посмотрю. Она в видео. Это тоже не ясновидящая. Ну, хрен его знает. По-моему, все уложено. Просто я их разделила налево и направо. Просто они у меня вот так распределены на два бока. Еще я сразу легла. Тата, у вас стрижка, каскад или лесенка? У меня, я думаю, что, скорее всего, каскад. Не знаю. Тата, классная. Спасибо. Ну, что-то у нас сегодня эфир не задался. Не знаю, почему. Почему это все близко к сердцу? Я не воспринимаю ничего близко. Не все я воспринимаю близко к сердцу, потому что, если вы зайдете в интернете и вообще будете читать комментарии, не на моей странице, а на другой, то я думаю, что завтра у вас случилась бы тахикардия, и вы бы где-нибудь померли от того, что у вас сердце остановилось. Ну, просто, когда уже одно и то же пишут, когда мне пишут какую-то хрень, ну, уже невозможно остановиться. Если честно, я не как... Если кто меня хорошо знает, кто часто смотрит мои прямые эфиры, они знают, что я очень редко реагирую. Но иногда просто люди доходят до абсурда. Почему? Потому что ты в плохом настроении. Да я не в плохом настроении. У меня было отличное настроение. Я пошла, записала видео, укладки волос. Я никогда ничего не записываю, когда у меня это настроение. Какую доску кладили? Ну, мы вообще про что? Про какую доску? Какая у вас любимая книга? Ну, моя самая любимая книга с детства, «За три мушкетера». У меня вообще, когда была маленькая, это, конечно, тупая идея, но когда я была маленькая, я очень хотела, чтобы... А, чтобы у меня было четыре сына, и звали Антос-Партос. Нет, это нет. Что, мамочка? Вкусное яблочко. Вкусное яблочко. А ты хочешь гречку с курочкой? Будешь кушать гречку с курочкой? Будешь? Ты голодная? Так, может, только что недавно кушаю. Ты будешь точно будешь кушать? Я тогда разогрею. Будешь, да? Ну, ладно, давай, мамочка, сейчас разогрею. Ты мой обжор, ты как укушаешь, ты как слоник у меня. Ты мой слоник, маленький ребенок, мой слоник. Сейчас мамочка разогреется. Подожди. Какая модель фенобравшин к тысячу? Я не знаю, вы же смотрите сториз. Там же я говорю это своим ртом. Там же произношу я это. Так, чем будешь заниматься после эфира? Я хочу... Сейчас сколько времени? Семь часов? Сейчас Бедичка покушает. Потом пойдем с ней погуляем немножко вниз. Вернемся домой, я ее уложу спатеньки. Ой, мама, Коя. Мама? Да, доченька. Сейчас разогреется на ребенке. Коя? Коя, мама. Говорим своим ртом. Она просто растет и появляется аппетит. Она просто сука съела, причем совсем прям недавно. Я даже не ждала, что она еще будет ест. Ест. Ест, что она еще съест. Ты отвечаешь только на одни и те же тупые вопросы. А на какие вопросы? Ну, задай что-то умное. Так. Как стать уверенной в себе? Ну, лично у меня, например, любовь к себе идет через тело. Вот, например, сейчас мне не нравится... Что, зайчик? Сейчас лично мне не нравится... Так, жалко Валерку, конечно. Хороший парень. Почему вам его жалко? Короче, у меня идет любовь к себе через тело. Если мне нравится, как я выгляжу в отражении зеркала, если мне нравится мой цвет кожи, нравятся мои фигуры, то тогда у меня появляется как бы больше любви к себе. А уверенность в себе дает в первую очередь любовь к себе. И как бы для меня очень важна... Для меня очень важна моя фигура. То есть, когда я поправляюсь, я понимаю, что я себя прям начинаю ненавидеть, как будто... Но когда у меня фигура прям в том состоянии, в котором... Доченька, садись нормально. Ну, я сейчас стул тебе стул приделаю. Давай, садись. О, сейчас мамочка разогреет. Так, ребенку три года, она не разогревает. Ребенку еще нету трех лет. Ребенку два с половиной года. Но не три. Так. Вы умеете готовить? Мне кажется, много мозгов не надо, чтобы умеете готовить. Это мы боем, я ее готовить. И он ее готовит все. На, зайчик. Просто я не люблю готовить. Ну, готовить я у нее начинаю от сладости, заканчиваю. А, Биби! А, Биби! Конечно, тогда мама сейчас тебе включит Биби, потому что кто-то помыл пол, вел себя хорошо. И она вать Биби-бо? Давай не Биби-бо, давай вот то, что же случилось. Надо пробраться туда и бросить ингредиенты. Сейчас, зайчики, подождите. Так, и все. Ну, все, я к вам вернулась, давайте. Так, с каким весом вы пришли на проект? Где-то 58 килограмм я была. Я не знаю, почему все говорят как-то. Просто вы меня видели беременную, я так-то пришла на проект худенькая. Мне не надо такие бреды такой. Представляете, вот я на проект опять как черно пришла. Я изначально всегда была хуту. Просто я была не худача, у меня 58 килограмм. Я считаю, что это, в принципе, не маленький человек. Но сейчас я тоже не намного меньше. То есть я сейчас поправилась, а где-то там 55. Вот так я была тайкова уже точно веса. Просто какой-то период я стала 49. Я говорю, нет, просто вы меня видели в период, когда я была беременна. Конечно, когда ты беременна, ты как бы большая. Мне удивительно, наверное, да? Просто люди так преподносят. Вот я на проекте какая-то корова такая пришла. Я была обычная молодая девчонка. Мы познакомились с Валерой, мы были оба худые. Даже Валера был худой. Так, почему ты все время летаешь к нему? Почему он не летает в Москву? Ну, потому что, наверное, он работает, а у меня нет постоянно работы, чтобы мне нужно было ходить на работу куда-то. И он, кажется, все время летает в разные страны. Потому что у него очень много идет спикеров. Он учит, ну как, он спикер в какой-то степени тоже. И у него очень больше приходится выступать перед людьми, ездить по разным странам. Поэтому мне легче к нему ездить, чем ему ко мне. Потому что мне не надо ходить на работу каждый день. А ему надо. Он работает вообще с 6 утра. Ну, как с 6, не всегда, конечно, но в основном, да, он очень рано встает. Очень много работает. Валера немножко растащила. Потом он хорош в жизни. Ну, вы знаете, я раньше никогда не замечала, что Валера, когда мы с ним жили, я даже не замечала, что он был жирный. А он, кажется, реально был один период, прям очень жирный. И тут как-то приехала его мама. Она говорит, боже, Валера, на что ты похожа? Ты урод. Боже мой, говорит, Валера, перестань жрать. Говорит, ты вообще себя в зеркало видел. А я тогда любила Валеру. Я так на него смотрела, слушала ему, Лену. Я говорила, Валера, ты не жирный. Я говорю, ты ее не слушай. Я говорю, ты не жирный. А сейчас, когда где-то полгода назад Валерка скинул свою фотку старую, где он и совершил их, типа, такой хряк. Я на это посмотрела. Я говорю, Валера, неужели ты такой был жирный? Я говорю, еще я за тебя грубилась. За такую жирную свинью. Он реально был жирный. Реально. То, что мы все вместе жили, у меня, видимо, глаз был как пелена перед глазами. Я реально не видела того, что он был свинья. Реально прям жирный. Мне это все говорили, а я как-то не... Я прям не обращала. Я прям... Ну, я говорила, что они все дураки какие-то, ты не жирный. Так. Сколько стоит ферма? Честно говоря, я не знаю. Я его покупала года два с половиной назад, а то и... Не, ну, ферма точно нет. Ну, думаю, что пять. Ну, может, пять пятьсот. Это макс. Ну, по-моему, пять. По-моему, пять с чем-то. Так, зачем оскорблять человека? Слушайте, ну, что там такого? Когда я была беременная, после родов я тоже была жирная корова. И что это оскорбление? Это факт. Это факт. Если ты жирный, себя не надо называть в меру упитанным, или пухненьким, или еще каким-нибудь. Если ты жирный, ты жирный. Все, тут другого варианта нет. Ну, лично по отношению, по своему видению. То есть у каждого человека разное видение. Вот для меня это так. Для кого-то по-другому. Я не знаю. Если я жирная, я не могу себя называть цветочком худеньким. Понимаешь? Ну, если я жирная, ну, куда? Или если, ну... Вот не знаю, где вы здесь увидели оскорбление. Блин, по-моему, просто... Так, а венецинские уже закладывают с родителями, ага. С бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей. Что за глупый вопрос, ребят? Ну, просто человек в теле. Ну, у каждого, у каждого свое. Вот для себя, по отношению к себе, я не воспринимаю себя, как человека в теле. Если я поправляюсь, я жирная. Я не человек в теле. И у меня не широкая козь. Это просто я много жиру и поправляюсь. Всё. Это я говорю по отношению к себе, не по отношению к другим людям. Каждый человек должен жить в том весе, в котором ему комфортно. Я знаю кучу пышек, в котором... Вы знаете, взять, допустим, вот эту актрису. Как же её зовут? Я не знаю, как зовут эту актрису. Она такая блондинка, такая толстенькая. Они ещё сейчас снимались в одном фильме. Бандитки, что ли. Там одна тёмненькая такая девочка, худенькая. А другая такая была толстенькая. Эта толстенькая, она мне так нравится. Она такая харизматичная, она такая красивая. Она такая... Она прям, не знаю, она прям цветочек, который... Она себя в этом есть и ощущает комфортно. Она себя любит. И вот это самое главное. Но я себя не люблю. Поэтому почему я должна себя называть какой-то другой, если я считаю себя жирной в этот момент? Просто каждый должен считать... Каждый смотрит по мере своего восприятия. Я говорю это про себя, а не про кого-то другого. На ком-то мне это нравится, кому-то это очень подходит. Поэтому я не знаю. Так, принимаю такой, какая ты есть. Но я считаю, что это очень слабая традиция говорить, я принимаю себя такой, какая я есть. Потому что это значит ничего не делать. Мы не можем принимать себя такими, какими мы есть. Мошенница. О, точно! Вот, мошенница. Они такие... Она такая хорошенькая. Мне так она нравится. Я просто не обалдеть от этой пухляшки. Она мне очень нравится. Потому что она кайфовая. Она себя любит. Она себя обожает. Она такая харизматичная. Она прям очень крутая. Так, чем занимаешься? Ничего, стою в ванной с вами болтаю. Разбалвился. Ну, наверное. Я просто не знаю, как ее зовут, если честно. Кстати, прикольный фильм, кто смотрел. Мне очень понравился. Тата, ты хотела бы жить в доме или тебе нравится больше квартира? Блин, я не знаю. Вот раньше я всегда хотела жить в доме. Вот всегда. Хотела, хочу очень большой дом. Не, знаете как? Просто я хочу жить в центре города. Вот где бы я ни была, мне хочется жить в центре. Если же я не могу позволить себе жить в центре дома, в частном доме, то из-за того, что это центр, я выберу квартиру. Но если бы в центре можно было жить в частном доме, то я бы, конечно, выбрала дом. Я бы, конечно, выбрала дом. Я очень люблю дом. Я хочу лестницу, чтобы у меня была. Ну, нет, квартир тоже такое может быть. Ну, мне больше нравится дом. Но, опять же, дом это тяжело, нужно ухаживать очень правильно. Вот. Квартира как-то, она может жить сама по себе, а дом не может жить сам. А я пью вкусное вино и смотрю, Таточку, спасибо. А у меня нет вина, и у нас нет. Но мы с тобой вот так вот чокаемся. Мне тоже, но я очень люблю. Я так хочу, особенно мне нравится, я так хочу, все я хочу. Я очень хочу украшать, типа, дом там на всякие праздники, чтобы зимой у меня такой дом весь был блестящий. У меня в детстве такая мечта иметь на Новый год прям блестящий дом. Не блестящий, но вы поняли, о чем я говорю, чтобы он был весь гирлянда. Это прям моя мечта. Я вас как много. Блин, я хочу сесть, мне надо закупить барный стул, чтобы здесь с вами сидеть. Так, любимое вино. Я люблю пино нуар из красного. Если же белое, то какой-нибудь... У меня нет определенного любимого, но я люблю более с ноткой груши или с цветочными вот нотами какими-нибудь такими. Но не люблю сильно сухое, но и сладкое тоже не люблю. Так, чё ржу? Я что-то сделала смешное. Пойду, что ли, тоже себе налю и винишко. Блин, я бы тоже налила себе винишко, но Бетя тут у меня открыла холодильник и разбила бутылку. Поэтому... Я тоже люблю тату, жду её на Байкале. Блин, вы не представите, на самом деле я мечтаю приехать на Байкал. Я очень... Когда-нибудь я обязательно это сделаю, правда. Потому что я должна увидеть вообще, что такое Байкал, как он выглядит. Это красота неописуемая в нашей стране, которую я, ну, я считаю, что обязана увидеть. Я очень сильно хочу поехать на Байкал. Ну, как, ну, понятное дело, что ни завтра, ни сегодня. И там не так спонтанно. Но когда-нибудь я реально хочу это сделать. Так, я ладно, тоже чай попью. Кто-то сказал. Пьём зелёный чай, мне тоже захотелось чай с лимоном. Попьём чай, короче. Так, включаем. У меня дома нету микроволновки, у меня дома нету чайника. Я всё подогреваю исключительно на плите. Хотя чайником было бы быстрее. У меня вообще два чайника дома, но я перестала ими пользоваться уже давно. Также уже очень давно не пользуюсь микроволновкой. Я живу на Байкале, так, приезжай ко мне. Вы знаете, когда я соберусь туда, реально, когда-нибудь я по-любому туда приеду. И это хорошо, что у меня там есть его. Ой, боже, как здесь хорошо. Я тоже микроволновки не люблю. Я на самом деле люблю микроволновки, потому что это всё очень быстро делает. Ну, как будто всё быстро разогревает. Но микроволновка очень опасна для здоровья. Поэтому я решила больше ей не пользоваться. После Валеры не пользоваться. Кстати, да, это меня Валерон научил. Он прям всегда очень... Он всегда смотрел всякие программы, потому что нельзя использовать пластик. Из какого пластика есть можно, из какого нет. Там какие-то есть номера, цифры. Вот он меня заморочил. Даринка, привет! Привет, Багиня! Занимайся тренажёрем, Найлевси. Я смотрю. Слушай, ну что, ты прошла собеседование второе или нет? Нет, она опасна. Это уже доказали. Ну да, она правда опасна. Вообще нельзя пользоваться. И чайники. Точно так же в чайнике есть пластмасса. И когда, то есть, какая бы там... Там есть керамика, естественно, но даже я хотела вот Борковский пойти взять. Но там всё равно присутствует пластмасса. Оно внутри получается там керамика или же, я не знаю, железо, неважно что. Но сверху на крышке, то есть каких-то боков, всё равно присутствует... Всё равно там присутствует пластмасса. И пластмасса от нагревания, но это не очень вообще хорошо. Это вообще ни камильфо, вообще не прикольно. Ты сделала ресницы, не видно. Да, я сделала ресницы, я нарастила вверх и вниз. Делала, точнее, коррекцию. Ну, я никогда не наращивала длинные ресницы, если честно. Я считаю, что длинные ресницы по мне, для меня, я считаю, что это некрасиво. Я люблю короткие ресницы. Вот так вот. Длинные я не люблю, это не моё. Так, была она в Амстердаме, уже вернулась. Кстати, нет, я никогда не была в Амстердаме, никогда в своей жизни. Я никогда не была, но когда-нибудь хочу поехать по-любому. Так, цвет ногтей не твой, но его я не выбирала. Так, но, кстати, сначала мне не понравилось, а сейчас мне его очень нравится. Ну, уже нормально. Твои реснички очень красивые, спасибо. Так. Хорошенько, спасибо. Так, окрасить тушью лень. Ну, у меня вообще тушь мне не нравится. Я считаю, что наращенные ресницы выглядят эффектнее, чем накрашенные тушью. Потому что я не люблю длинные ресницы, но как бы так у тебя хотя бы все они аккуратненькие, волосок к волоску. Ну, а когда ты красишь тушью, у тебя получаются они, ну, какие-то такие отдельные. Но я не знаю, каждому свое. Мне не нравится, я не люблю. Я считаю, что накрашенная тушью ресницы – это некрасиво. Все, это мое мнение. Когда у меня, допустим, когда-то уезжаю, такое бывает, что у меня нет ресниц, я начинаю красить, мне прям жутко раздражает. Я не люблю, как это выглядит. Так, у вас был тонус беременности? Нет, у меня не было никакого тонуса. У меня вообще идеально прошла беременность, кроме того, что у меня очень долго был токсикоз. Токсикоз был у меня прям очень долго. Наверное, до месяца шестого. Какой эффект ресниц? У меня, значит, от восьмерки до десятки. Изгиб D. То есть короткие – восемь, десять. Больше десятки я не делала. Вот как-то недавно сделала одиннадцать, и мне показалось, что они слишком длинные. Вот, все-таки длинные – это не мое, я не люблю. Бредовое мнение. Нужно подобрать тушь и уметь красить. Слушай, ну почему оно бредовое? Это мое мнение, мне не нравится, как выглядит тушь накрашенная. Почему бредовое мнение? То есть, если мне не нравится, блядь, зеленое платье, значит, это бредовое мнение или что? Мне не нравится. Тебе нравится красить тушь? Ты красить. Я тебя что, заставляю наращивать или что? Каждому свое. Мне нравится наращенное, тебе нравится накрашенное. Я же не спорю с тобой. Я не говорю, что твое мнение бредовое или не бредовое. Еще абсолютно без разницы, что ты там делаешь с этими ресницами. Каждому свое. Так, а без ресниц не боишься остаться? Нет, я не боюсь остаться без ресниц, потому что у меня шикарный мастер по ресницам. Если люди ходят к каким-то странным людям, то, конечно, вы останетесь без ресниц. Но я уже сколько лет наращиваю, не знаю, ничего не отпало. Так, а как транс вы видите, тебе нравится? Слушай, ну я думаю, что транс он вообще будет даже посимпатичнее, чем ты. Но когда я смотрю свои трусики, у меня тут хуя нету. Но если ты очень хочешь мне пососать, я тебе найду какого-нибудь другого мужчину. Если ты так тратят трансы, я специально для тебя найду трансы. Раз у тебя какие-то там, блядь, сбои в твоей башке тупой. Так, да, ой, так, мне надо сделать ресницы. Дядь, я сейчас приду наращу, тебе сама ресницы дала. Да не мне бить, ты какую-то шляпу пишь. Как можно еще такое-нибудь, типа, блядь, как транс ей нравится выглядеть? Пиздец, что хочешь у меня, чтобы у меня писька была, и хочешь ее реально скушать, блядь? Нет у меня, иди к другому трансу. Отправим тебя в Таиланд. Вот, всеми подписчикам и скинемся тебе на билет. И закажем тебе трансы. Чтоб ты уже была довольна. А то вдруг тебе они... Так, ладно, подождите, мне сейчас надо выйти, и потом обратно перезайти, потому что у меня сейчас эфиры заканчиваются. Осталось тебе по 39 секунд.